Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова У вас есть 24 часа, чтобы принять этот ледяной модный душ, но у вас есть 40 минут, чтобы насладиться первым в этом сезоне выпуском программы «Новая я». Катерина. Возраст 28 лет. Призвание администратор. Свободное время проводит с любимым мужем. В гардеробе больше всего повседневной одежды. Ради эксперимента с внешностью не готова брить виски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ваши заявки вы написали о том, что вы работаете с очень креативными людьми, поэтому вам хочется на их фоне также выглядеть достойно. Если не секрет, с чем связана ваша профессия? Я работаю в анимационной студии. Наша студия делает 3D-мультфильмы, компьютерную графику. У нас работают очень творческие ребята, сумасшедшие, без башены. Приветствуется вообще любой полет фантазии. У нас нет строгого дресс-кода, как я писала в заявке. Поэтому любой полет фантазии приветствуется. Поэтому хотелось этим воспользоваться. И в таком творческом коллективе и выглядеть тоже оригинально и нестандартно. Выглядеть нестандартно и креативно. Что это значит в вашем понимании? То есть, насколько я вижу, у вас довольно простой цвет волос. Вы блондинка. Вы с красивыми голубыми глазами. В принципе, так, если посмотреть на вас со стороны, казалось бы, что вы довольны своей внешностью. У вас очень такой мягкий, спокойный характер. То есть, ваша стрижка, ваш цвет волос вам идет. Вы действительно готовы к этой креативности в вашем образе? Или расскажите нам поподробнее, что в вашем понимании выглядит креативно? Просто на данный момент я очень сильно уже привыкла к своему образу. Я, как я тоже писала в заявке, всю жизнь, сколько я себя помню, я со стрижкой каре. И, в принципе, большую часть этого времени у меня тоже были светлые волосы. Я старалась менять цвет. В брюнетку красилась, в рыжую, в русый, в пепельно-русый. Но все равно оно примерно было что-то одинаковое. И стиль одежды тоже, он из года в год практически не менялся. То есть, все время это была строгая классика. Может быть, еще из-за того, что моя вторая профессия как бы учитель. И из-за вот этой учительской практики, из-за уроков, когда требуется такой строгий дресс-код. Не знаю, может быть, как-то я застряла в этой теме. Но как-то вот классика, вот она все эти годы шла за мной. Мне не удавалось как-то выйти из этого стиля. И поэтому вот мое представление о чем-то нестандартном, оно состоит в том, чтобы выйти полностью из этой классики. И, может быть, как-то смешать какие-то стили, какие-то разные стили, разные ткани, разные фактуры, что-то такое. Потому что мне самой самостоятельно это не очень хорошо удается. Поэтому вот у меня надежда на то, что стилисты программы, они убедят меня в каком-то другом стиле, не в классическом. И в таком стиле, который мне тоже пойдет. Поэтому очень было бы интересно. Вы можете вспомнить актрису или певицу, глядя на которую вы понимаете, что вы бы хотели быть с такой прической? Или вам нравится стиль одежды? Ну, в принципе, мне нравится, как выглядит Шарли Стерон, Виктория Бекхам. То есть они, в принципе, по типу внешности достаточно похожи на меня, мне кажется. Ну, Шарли Стерон очень короткая стрижка. Вы готовы к такой длине волос? Ну, вот я не знаю, насколько мои волосы, как бы, они подходят для такой стрижки. Потому что они достаточно тонкие, поэтому... То есть вы готовы принять какое-то решение стилиста только в том случае, если они будут подходить по структуре ваших волос, да, по типу ваших лицам? Ну, я могу вас успокоить. Мы никогда не делаем прическу или какой-то макияж, или никогда не подбираем образ, если это не пойдет и не будет носибельно в дальнейшей жизни. То есть если мы выберем какую-то стрижку, будьте уверены, что это подойдет и структуре ваших волос, и по типажу вашей внешности, вам будет очень хорошо идти. Отлично, я готова. В этом сезоне мы не изменили традиции собираться вместе и искать творчески верное и стилистически обоснованное решение для создания нового образа героини. На месте героини в этом выпуске программы «Стройная милая девушка Катя». Работа не позволяет или не продвигается? Ну, это из-за того, что да, офис, как бы я все время сижу за компьютером. А если мы предложим кардинальную короткую стрижку, есть моральная готовность или вообще не хотела? Больше назвать можно спортивным стилем вашего? Ну, ближе, наверное, с форт-классиком. Мы это все учтем. Кучу, кучу шоколад, кучу бликов, бликов, за счет этого будет объем на волосах. Предварительная встреча со стилистами перед началом работы над превоплощением – это возможность высказать все свои пожелания и выразить степень готовности на кардинальные перемены имиджа. Накачать можно колесо автомобиля, велосипедом или можно накачать губы. Нет, не переживайте, природную красоту губ нашей героини Екатерины мы портить не будем. Лишь немножко ее подкорректируем. Прежде чем попасть в руки наших опытных стилистов-парикмахеров, она отправится в клинику «Лаборатория красоты». Ведущий специалист Ольга Туркан подкорректирует ее природную форму губ. Что из этого выйдет, смотрите далее. Чтобы справиться с возрастными изменениями кожи, совсем не обязательно обращаться к пластическому хирургу. Здравствуйте, меня зовут Ольга Туркан. Я ведущий специалист «Лаборатория красоты». В программе «Новая я» представляю рубрику «Результат на лицо». Мы докажем, что старение кожи можно предотвратить или замедлить методами эстетической медицины. Здравствуйте. Добрый день. Проходите, пожалуйста. Вас ожидаю. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Проходите, пожалуйста, и присаживайтесь. Ну что, начнем, Катюша. Я бы хотела сначала услышать ваши пожелания. Я сразу должна сказать, что у вас замечательная кожа, что вы очень приятная молодая девушка. Хотела бы знать, все-таки вам что-то бы хотелось немножко изменить? Что-то чувствуете, что есть какая-то тенденция, какие-то моменты, которые вам кажутся, что следовало бы обратить на них к нему? Ну, единственный момент, который, наверное, исправила бы, это контур верхней губы. Вот оно у меня достаточно тонкое. И вот я задумывалась о том, чтобы, возможно, немножечко-немножечко откорректировать его. А так, в принципе, единственное, что меня беспокоит, это кожа достаточно сухая. И вот приходится постоянно следить за этим и как можно лучше ее увлажнять. Я полностью с вами согласна в том, что действительно кожа у вас просто замечательная. Я думаю, что основная масса молодых женщин, девочек, девушек мечтает о такой коже, такой идеальной, ни одной точечки, ни одной поры. Но, тем не менее, если сильно-сильно присмотреться, включить хороший свет и, в общем-то, попытаться заглянуть немножко вперед. Знаете, хорошие шахматисты заглядывают на шесть, на шесть шелков вперед. Вот так и в нашем случае при такой коже особенно нужно быть крайне-крайне внимательным. Потому что любой стресс, набор снижения веса, какая-то болезнь, какое-то гормональное колебание может привести к тому, что вот та самая сухая кожа превратится в кожу с мелкими морщинками. Потому что то, что мы видим на сегодняшний день, она замечательная, исключительная. Но если мы немножечко-немножечко ей поможем, то мы сможем рассчитывать на то, что ближайшие 5-6 лет будет все так же замечательно, как на сегодняшний день. Я полностью согласна относительно вашей верхней губы. Даже если говорить о том, что пока лицо статичное, то есть вы не двигаете, то вполне, в общем-то, все пропорционально, все здорово и красиво. Но однозначно, на что бы я обратила внимание, это на то, что есть вот небольшая-небольшая линия. Пока вы молчите, оно тоже практически не проявляется. Но как только начинается движение, как и начинается улыбка, все равно тенденция к тому, что здесь небольшой заломчик есть. То есть его, опять же, я говорю, что в нашем, в данном случае, это будет практически ювелирная работа. То есть это будет по микро-микро капельке гиалуроновой кислоты. В том, в чем я абсолютно с вами согласна, это немножко контур верхней губы придаст вам чуть-чуть чувственности. При том, опять же, что я говорю, что это будет не реальное увеличение губ. Это будет просто легкое увлажнение, немножко более выраженный, естественный натуральный контур. По поводу лба я бы сказала, что у вас пока все здорово. Может быть, через несколько лет мы с вами по этому поводу тоже поговорим. Хотя, однозначно, процедуры увлажнения вам очень показаны. То есть, скажем так, профилактические процедуры вам нужны, потому что склонность к тому, что что-то, что-то может измениться. Это нужно об этом думать. Если вы готовы и согласны со мной, то можем приступать. Хорошо, я готова. Отлично. Нашей героине мы предложили немного увеличить губы, на самом деле даже скорректировать, немножечко подчеркнуть ее контур. Я думаю, что она сама для себя боялась озвучить эту фразу, что я хочу увеличить губы, хотя это совсем-совсем немного. Боюсь, что может быть даже недостаточно. Но я думаю, что через полгода, когда она осознает, что это такой объем, она поймет, можно ли следует или не следует приводить большее количество гиалуроновой кислоты. Но то, что она ей показана, это однозначно, потому что я у нее выяснила, что у ее мамы, у ее бабушки есть тенденция к тому, чтобы над верхней губой формировались морщинки. То есть даже если в будущем, совсем отдаленном, она больше эту процедуру повторять не будет, все равно это будет профилактика именно такого штрих-кода над верхней губой. Мы очень много говорили о моем любимом препарате гиалуроновой кислоте. И, наверное, это даже не мой, а всемирно любимый. И препарат, и процедура, которая используется очень-очень часто в эстетической медицине, это, ну скажем так, коррекция формы губ или коррекция объема губ при помощи гиалуроновой кислоты. Это очень, с одной стороны, деликатная тема, с другой стороны, очень интересная и, самое главное, очень-очень популярная тема. Хочу сразу сказать, что здесь речь идет об очень-очень маленьких количествах. К сожалению, существует такое предвзятое, когда женщина или девушка говорит своему молодому человеку, своей маме, кому-то еще, что я хотела бы пойти немножко сделать губы, то, как всегда, это получается нет, что, как, и начинаются всякие разные сравнения, даже не буду говорить, наверное, это не этично с кем, но, то есть, что это обязательно что-то вульгарное, что-то плохое, что-то совсем-совсем негативное. На самом деле, хочу подчеркнуть, что эта процедура очень и очень популярна. Эта процедура является как, с одной стороны, эстетической, чисто эстетической, так, с другой стороны, это профилактика морщинок над верхней губой, это увлажнение, это, с другой стороны, определенным образом позитивно влияет профилактика герметической инфекции. То есть, на самом деле, очень-очень много позитивных моментов. Просто все зависит от степени, от меры, от того, сколько будет введено препарат. В зависимости уже от этого, есть ли есть необходимость небольшой коррекции формы губы, потому что всегда есть какие-то нюансы, которые бы хотелось изменить. Хотя, существуют определенные стандарты, скажем так, то, что следует делать для того, чтобы особенно это почти было незаметно. То есть, могу однозначно сказать, что, как правило, женщинам, девушкам я делаю 1 мл галуронной кислоты, и практически она возвращается через какое-то время, и говорит, вы знаете, никто не заметил, что мы сделали губы. В принципе, это лучшая похвала для моей работы. То есть, практически должно быть незаметно, что мы увеличили конкретно губ, человек просто выглядит лучше, более притягательным, губы становятся более сочными, более увлажненными. То есть, это является целью. Другой вопрос, что нужно сохранить именно пропорции, нужно посмотреть на лицо в целом, нужно постараться сделать так, чтобы в профиль обе губы и верхняя, и нижняя были на одном уровне, не выступали за уровень подбородка. То есть, существует несколько таких контрольных, стандартных моментов, стандартных действий, когда мы выясним, можно или нельзя, нужно или не нужно, и в какой степени это нужно сделать. Еще один момент, который очень часто, девушки, приходя ко мне, говорят о том, что я хочу сделать только верхнюю губу, добавьте мне, пожалуйста, верхнюю губу. На самом деле, существует, опять же, такое правило, что белая женщина, белокожая раса, у женщин должна верхняя губа быть одна треть по отношению к двум третям нижней губы. То есть, это, скажем такое, среднестатистическое золотое правило. Для темнокожих женщин должно быть соотношение один к одному. Хотя, да, в нашем мире все очень перемешано, все стандарты стираются, смываются, но тем не менее, надо подумать об этом, хорошо взвесить, нужно ли вам увеличить только верхнюю губу. Как правило, я прошу, чтобы увеличили и ту, и совсем даже, может быть, немножко другую, для того, чтобы чисто качество кожи, упругость и влажность было одинаково. Тем менее, заметно будет, что это какое-то искусственно примененное действие. Что бы я хотела пожелать всем женщинам, если вы хотите, если вас посещает эта мысль, что-то изменить со своей внешностью, и когда вы об этом думаете, то взгляд в зеркале концентрируется именно на ваших губах, попробуйте это. Все дело в чувстве меры. Если будет сделано немного, вы почувствуете, что это здорово, это вас украшает, это придает уверенности, и вы чувствуете себя лучше, потому что выглядите лучше. Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Нам бы хотелось узнать, к чему вы готовы, к чему вы не готовы. Ну, я готова, в принципе, поменять форму прически и поменять цвет прически, потому что у меня эта форма уже очень много лет, поэтому хотелось бы увидеть себя в совершенно новом образе. Ну, с вашей длиной, в принципе, нужно распрощаться, потому что это никуда не годится, волос пережженный. Мне кажется, нам лучше сделать какую-то такую... А ну, пока, да? Ну, давай. Так, тогда я пошла отсюда. Катюша, скажите, а как давно вы носите такую форму стрижки? Ну, на самом деле, очень давно, фактически с четвертого класса. Недавно даже мои одноклассники, они выставили нашу общую фотографию с восьмого класса, и вот даже мои коллеги на работе все признали, что я совершенно не изменилась стрижка, какой была, такой и осталась. Вот, поэтому, конечно, хотелось бы измениться. Ну, мы видим Катю в другом образе, да? В совсем другом образе, который будет стильным, современным, и в котором она себя точно никогда еще не видела. Не терпится увидеть поскорее. Ну, и в таком случае, по традиции нашей передачи, мы вас отворачиваем в зеркало и выведем в себя новое в конце передачи. Субтитры сделал DimaTorzok